Приветствую всех! Вы смотрите передачу «Зеленые уголки Москвы». Ну и здесь самый конец Каширского шоссе, вот за домами 48-150, вот туда около Кольцевой дороги совсем, вот рядышком Кольцевая проходит. Это Орехово-Борисово-Южный район, ну и, соответственно, здесь прямо вот между Кольцевой дорогой, вот этим Каширским шоссе, концом Каширского шоссе находятся старые сады, преимущественно яблоневые сады, ну вернее не бывшего, а бывшие сады с обхоза имени Ленина. С обхоз он действующий ныне, он как раз еще вполне успешно работает, и находится он в Московской области, Ленинском районе, там по другую сторону Кольцевой дороги, МКАДа, тоже на Каширском шоссе, между Каширским и МКАДом, только с другой стороны Кольцевой дороги. А здесь находятся вот его сады, когда-то здесь было в Подмосковье до 60-го года территория. Ну и дальше еще в 70-е годы, отчасти еще сады тоже используются, вот именно как совхозные, вот они как раз здесь за жилыми домами, вот, ну и сейчас, в принципе, они все равно служат такой, как буферной зоной защитной, да, зеленой такой территорией, как ЛЗПЛ, запарковый защитный пояс, да, между Кольцевой дорогой и жилыми домами, жилыми микрорайонами здесь. Вот, ну и сады, конечно, несколько так вот заросли, естественно. Сады эти были, надо сказать, заложены после Великой Отечественной войны, вот, конец 40-х, 50-е годы, ну и, естественно, потом разрослись, и сейчас уже такие достаточно вот разросшиеся, но в каком-то смысле и запущенные, потому что сейчас, естественно, они довольно давно уже не используются по назначению, с них уже не собирают урожай, ну и, собственно, они во многом одичали, во многом заросли. Ну, а в 2016 году здесь проложили вот такие пешеходные дорожки, разные, так сказать, которых раньше не было, раньше просто тут, ну, сады были такие, в принципе, дикие такие территории, народные тропки такие были возле деревьев, ну, а потом проложили вот эти вот дорожки, сделали освещение, всякие места для отдыха оборудовали, ну и так далее. Ну, до садов здесь просто поле было, ну, а потом вот после войны посадили уже тут преимущественно яблони, вот, ну, в целом фруктовые сады, ну, преимущественно яблони. Ну, вот там кольцевая коширка осталась чуть в стороне, а здесь уже вот мы идем вдоль преимущественно кольцевой дороги. И здесь вот такая вот территория для отдыха, она, в принципе, всегда тут была, ну, после того, как сады фактически запустили, да, до этого была, ну, по сути, промышленная территория, потому что посад, естественно, эти плоды собирал, а потом перерабатывал, вот, на своих заводах при переработке ягод, фруктов, делали разные там и напитки, соки, и всякие там заготовки, вот, ну, а потом, когда территория, в общем, стала запустенней, то тут уже народ стал потихонечку гулять, естественно, стал ее использовать для отдыха. Ну, таких вот именно дорожек, которые сделали, где 5 лет назад примерно, здесь не было, конечно. Ну, как видим, дорожки асфальтированные. И вокруг вот эти вот сады. Ну, тут уже, конечно, помимо садов и постепенно появились другие деревья, и сибирезы, осины, клены, другие породы деревьев, которые как бы несколько даже заглушают эти сады, и над ними возвышаются, потому что они, естественно, намного выше могут вырасти, чем и яблони те же, да, или другие плодовые деревья. И они как бы, их так, над ним возвышаются, и, скажем так, несколько как бы собой загораживают, да. Но, конечно, сады все равно различимы, вполне они есть. И так вот можно идти, в принципе, вдоль вот этих садов туда вот, до, фактически, Шипиловского проезда, вот, который тоже заканчивается около кольцевой дороги. Ну, а, по сути дела, можно идти просто до гаражей. Как до гаражей дойдете, так эти сады они фактически заканчиваются. Территория не очень большая, как видим, там жилые дома. Вот, не очень большая и длину, и ширину, но все-таки такая достаточно приятная территория вполне для отдыха и детства. Здесь, конечно, есть опленый, естественно, шум от кольцевой дороги, это понятно, потому что магистраль всегда шумит, вот. Но все-таки, особенно на некотором отдалении, все-таки мы идем от кольцевой, здесь вполне себе гулять, в общем-то, можно. Есть вот скамеечки. Поскольку освещение сделали, то можно перегулять и даже в темное время суток. Хотя, конечно, уже в темноте здесь не очень комфортно, и люди преимущественно используют территорию для транзитного прохода от кольцевой дороги. И там есть, находятся Ашан, и Леруа Мерлен, и МВидео, другие всякие такие вот крупные магазины, да. Там торговый центр Вегас находится, вот. Ну, и рядом Леруа Мерлен. Так что такие достаточно крупные магазины. И вот люди ходят от жилых домов, да. И здесь вот через этот вот такой небольшой уголочек зелененький, да. Я бы не высады. Ну, вот так вот тут, видите, дорожек довольно много. Всяких разных мыл. Здесь, например, можно пройти, посидеть. Скобейки деревянные. Довольно узкие тропинки. И вот вокруг, как видим, такие плодовые деревья, которые расположены так достаточно, в общем-то, очередно, да, с определенным расстоянием друг от друга, по рядам. Ну, специально, как обычно, делали в совхозах, чтобы легче было собирать. В целом ухаживать как-то за яблонями. Ну, это вот подтопление, которое в результате прокладки этих вот дорожек появилось. Ну, в целом, даже прокладка этих дорожек, она как-то не очень сильно повлияла, в целом, на эти сады, потому что, ну, как они были, так во многом они остались. То есть тут вмешательство, конечно, было, но во многом оно все-таки было минимальным, не очень большим, как и, допустим, на многих других территориях. Поэтому гулять, в целом, здесь хорошо. Скамейк здесь не очень много. Можно счесть, это, конечно, некоторым недостатком. Ну, впрочем, территория тоже не очень большая. И, в принципе, скамейки при желании найти можно. Все-таки они есть, просто их не так много. Туалетов нету, торговых точек тоже нету, так что это имейте в виду. Ну, и территория, естественно, развлечений тоже тут не предусмотрена. То есть территория чисто для отдыха, для прогулок. И в основном она используется именно как транзитная для прохода на кольцевую дорогу. Там автобус ездит. 37-й, сейчас, по-моему, 837-й переименовали. Ну, и еще некоторые тоже областные автобусы есть. Транзитом тоже едут в Москву, на Домодедовскую, через кольцевую дорогу. Ну, да, видны, конечно, следы, так сказать, благоустройства, перекопки определенные. Конечно, здесь грунт тоже перекапывали под деревьями. Но в целом, смотрите, территория все-таки достаточно такая хорошая. Для гуляний. Просто она, скажем так, малоизвестна. И, конечно, она очень достаточно удалена от метро и вообще как бы от центра города. И поэтому мало кто вообще об этой территории знает. Ну, это еще вот остатки таких садов. Их довольно много было раньше. Они недалеко от кольцевой дороги. Не только здесь, в Орехово-Борисово, но и в других во многих районах. Тоже такие вот подобные, такие совхозные территории были. Вот. До того, как эта территория еще стала Московская, вот эти остатки. Они еще, как видели, сапарка вот такого у меня защитного пояса, части, да, этого пояса большого, да, около кольцевой дороги. Они еще сохранились вот здесь и в подобных тоже местах. Поэтому, естественно, эта территория, она как-то особо не афишируется. Многие просто не знают, да, что здесь можно погулять. Ну, то местные, естественно, всегда гуляли здесь, в общем-то. А так, в других районах даже не знают во многом. Вот. Нигде это нет. Никаких путеводителей, ни справочников, что это как именно место отдыха, да, здесь вот эти сады. Ну, потому что они изначально не были местом отдыха в советское время. Ну, потом уже, да, постепенно вот создали здесь вот территорию обустроенную. Ну, вот эти, собственно, вот видите гаражи. Так, все дальше, естественно, там уже никакого прохода нет. Сады на этом заканчиваются. Раньше, конечно, их было намного больше. Ну, потом часть застроили жилыми домами, часть гаражами. Вот, город постепенно наступает. Ну, часть вот этого все-таки такой сохранился. Участочек, да, здесь. Практически от Шипиловского проезда и до Каширки. Здесь вот на юге Москвы. И вполне здесь можно погулять. Ну, понятно, специально, конечно, сюда, наверное, смысла нет приезжать из каких-то других районов. И других концов Москвы, тем более. Вот. Так-то ничего такого особенного здесь не увидите. Ну, я бы, не знаю, может, в другом месте. Конечно, территория довольно маленькая. Ну, а так, если вы просто будете так вот транзитом здесь вот где-то, может быть, на пути будете проезжать по Кольцевой, или, может быть, как-то в Вегас пойдете, торговый центр недалеко находится, да, вот, то можно здесь, конечно, ну, или так просто где-то в конце Каширки будете, в районе, там, Домодедовской, то можно здесь, конечно, заглянуть вполне на эту территорию, немножко здесь погулять. Ну, это что-то типа трансформаторной подстанции. Линии электропередач высоковольт, электроподстанции какая-то. Ну, тоже вот такие вот обычные объекты в Кольцевой таких местах, достаточно удаленных от жилья, метро. Ну, и вот там вот Кольцевая дорога. А сюда, а здесь, кстати, можно пройти вот по этой дорожке туда, прямо до Шипиловского проезда. Вот прям вон, вон машина выезжает, это как раз из Шипиловского проезда, вот, который соединяется здесь сейчас с Кольцевой дорогой здесь. Вот прямо по этой дорожке можно пройти, здесь, конечно, как раз конец вот этого Шипиловского проезда. Ну, и дальше там уже на автобус сесть, можно ехать там до метро Орехово, прямая дорога, ну, или там до Домодедовска тоже недалеко. Ну, и как вот это все смотрится вот со стороны Кольцевой дороги, вот этот уголок, как раз вот этот мост, который связывает вот это Вегас, да, и вот Орехово-Борисово, а Вегас уже в Московской области находится. Продолжение следует...